Сегодня эти люди живая история. И эти люди самые незащищенные участники дорожного движения. И наша обязанность, как юных инспекторов дорожного движения, обезопасить их нахождение на дорогах. В акции, организованной сотрудниками ГАИ Брестского РОВД, мотыкальские юдовцы участвуют уже во второй раз. Мероприятие ответственное, поэтому к встрече с ветеранами ребята подготовились ранее. Одели новую форму, выучили стихи, подготовили открытки, поздравления и подарки. Волнение, охватывавшее юных участников акции перед каждым гостем, говорило лишь об огромном желании поблагодарить защитников Отечества за жизнь и за мирное небо над головой. Самое, конечно, хотелось бы, чтобы наше будущее поколение никогда не забывало и знало, что такое война, и никогда не могли в будущем допустить. Ведь строить будущее надо на ошибках прошлого. Ветераны с радостью встречали юдовцев. С особым волнением принимали поздравления и рассказывали ребятам о том, как трудно им приходилось на фронте. Карелию Петровну Козыру война застала семилетним ребенком. Потеря родителей, долгие скитания и лишения. Из огромной очереды дней, охваченных страхом, утро 9 мая 45-го, женщина помнит отчетливо, как будто это было вчера. Мы все побежали без предупреждения, все побежали на площадь, на центральную. И там сразу вас двигали такой, типа трибуны, да, победа, победа. И, знаете, все, вот не передать вам, плачут. Все, вот, понимаете, обнимают друг друга, целуют. Знакомые, незнакомые, там же не разбирались, кто люди. Такая была радость. Вот такое было, не то, что радость, а такое было, ну, легкость такая. Вот каждый себя не ощущал даже, как себя. А вот такое чувство, наконец-то. К сожалению, очевидцев Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше. Чтить память о тех, кто погиб, защищая страну, и оказывать внимание тем, кто выжил в страшные годы, долг каждого из нас. День Победы – это праздник сильных духом, поэтому принимайте поздравления, дорогие ветераны. В этот день, в этот великий праздник мы хотим пожелать, во-первых, всем ветеранам здоровья. Ну и здоровьем все уже, все само прибудется. Всего самого наилучшего, хорошего. Я желаю, чтобы они больше никогда не пережили такого страшного. И чтобы всю остальную жизнь, которую они проживут, она была счастливой, чтобы у них было много здоровья, и чтобы они как бы ни в чем не нуждались.